Всем добрым утром! Предлагаю потихонечку начать. Слушатели подключились. Повестка дня. Сегодня будет два доклада. Первый мой, второй моего коллеги Евгения Дружинина, который расскажет вам про наши услуги по информационной безопасности. Что изменилось с последнего вебинара. С Евгением мы выступаем в тандеме уже не первый раз, а с пятым и шестым. Поэтому после презентации вам будет предложен коротенький опрос, у всего три вопроса. Большая просьба прощелкать мышкой, ответить на вопросы, которые сповы. После мы с радостью ответим на ваши вопросы. Отвечу я на свою участие, Евгений, на свою участие в безопасности. Вы, в принципе, можете в процессе презентации эти вопросы писать в комментариях, по тексту. И мы потом прям в порядку по ним пройдем и на эти вопросы ответим. Вы мне напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли меня слышно и видно, чтобы у нас не было проблем, чтобы у нас было все хорошо в видео, чтобы обновлялось оно быстро. Напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно. И в основном пишут, окей, Игорь, возможно, нужно погромче сделать, потому что вроде вот все человек отписались. Попробуйте сделать погромче. Понятно. Ну вот. Виталий вроде у всех слышно. Надеюсь, что-нибудь постараются сделать наши модераторы со звуком для того, чтобы у тех, у кого не так громко слышно, было слышно погромко. Начинаем. Значит, на канале Discovery есть такая передача «Разрушитель легенд» «Мифбастер». И я решил провести сегодняшний вебинар в таком похожем игровом режиме. В каждой предметной области есть какие-то мифы, легенды. Часто это предупреждения. Но, тем не менее, часть из них может быть как чистой правдой, так и чистым вымыслом. Некоторые вещи более сложные, и однозначно сказать правду это или ложь, к сожалению, нельзя. И сегодня мы разберемся с мифами и легендами, которые выросли вокруг мира публичных облаков. Поверьте, предубеждений, страхов, вымыслов и чистой правды в этой области очень много. И мы пройдемся с вами по наболевшим вопросам у заказчиков, которые, в общем-то, часто мне задают приличное общение для того, чтобы развеять какую-то неуверенность и страхи. Значит, первый вымысел, страх, то, что мне на моем тервере, когда будет очень нужно, все ресурсы, которые я арендую, предоставлены не будут. Это чистой воды правда. У большинства провайдеров, у абсолютного большинства используется технология продаж, фактически, которая называется переподписка, а у нас subscription. Суть ее сводится к тому, что, например, у вас есть 128 гигабайтная машина физическая, на ней вы запускаете гостевые виртуальные машины. И в одному заказчику продали 64 гигабайт памяти виртуалку на айтенфизическом хосте, в второму, третьему, пятому, десятому. Получается то, что вы продали на этом узле в 5 раз больше ресурсов, чем на этом ресурсе есть. И пока все заказчики живут в своем 20% барьере по уделизации виртуальной машины, все хорошо, как только начинается конец месяца, квартала, заказчики начинают потреблять ресурсов больше, строить аналитические отчеты о лап-системах. И может настать такой момент, когда заказчики начнут друг друга чувствовать и поймут, что, допустим, больше 20% от выделенных им ресурсов они использовать не могут. И зачастую это означает то, что провайдеры решатся переподпиской. Заказчики могут начать друг к другу влиять. Проверить это можно, к сожалению, только на практике. Зачастую в конкурсах, когда отыгрывается конкурс, все подписываются. Да, у нас учительные ресурсы гарантированы, а потом, соответственно, они уже гарантируются, как придется. Вот, значит, это чистой воды правда, и такое отвечает на каждом шагу. Что касается компании Крок, у нас особенная политика, мы работаем с крупными заказчиками и довольно сильно переживаем за свою репутацию. Поэтому все учительные ресурсы, которые мы в области предоставляем, такие как процессоры памяти, они гарантированы. То есть ресурсы мы продаем одному заказчику, один раз другому заказчику мы эти ресурсы не продаем. Соответственно, когда вам нужно будет в любой момент времени получить эти ресурсы в полном объеме, они всегда будут ваши. Никакой сосед по облаку, который живет на том же физическом узле, на эти ресурсы претендовать не будет. Более того, немножко вернуть к истории, у нас облако очень похоже на Амазон, более того, на 85% у нас с Амазоном совпадает API, Amazon UC2S3, и Амазон меряет историческую мощность процессоров в попугаях. Называются они на Амазоне Elastic Compute Units. Фактически они начали свой бизнес в 2007 году, процессоры тогда были одноядерные, и они сказали, вот это ядро этого процессора, Intel Xeon, Intel Xeon, Intel Xeon 1.7 ГГц с одним ядром будет эталонным значением. Мы называем мощность одного ядра, вот одним Elastic Compute Unit, одним попугаем, и с этого момента для всего остального железа, которое мы будем покупать, и далее будем мерить производительность процессоров именно в этих попугаях. Сейчас можно зайти на сайт Амазон, посмотреть их самые последние виртуальные машины. Ну, примерно по 3,5 попугая у них виртуальные ядра. То есть, вот с того момента мощность ядер подросла, и вот теперь она равняется 3,5 тех ядер, метрик, которые они использовали. И КРОП пошел по тому же самому пути, мы на самом деле долго не думали, и ввели величину, которая называется КРОП КОМПЮТ ЮНИТ, и приравняли ее к Амазоновскому Elastic Compute Unit, фактически вот к той мере производительности процессоров. И важно то, что заказчик в любой момент времени может получить то количество вот этих КРОП КОМПЮТ ЮНИТов, этих попугаев, которые ему обещаны, а то, что там и касается оперативной памяти. Так что миф номер один, боязнь на седе, это вполне обоснованный страх, который очень и очень часто встречается на рынке, особенно в Лоу-Классе. Там 5-7 раз машину уплотняют на физических узлах для того, чтобы повысить собираемый денег с одной физической машины. Вот примерно так это выглядит. Вы можете купить, воспользоваться логистическими услугами от внешней компании, и ваши товары будут доставляться за 3 дня из Европы в Россию с учетом таможня в теплом, обогреваемом курдоре. Но по факту ваши товары могут болтаться в 10 метрах за курдом автомобиля сзади, потому что в ту же помещение поместились. Соответственно, это такая яркая иллюстрация того, что может быть. Миф номер два. Я хочу разместить высоконагруженную базу данных в облаке. Соответственно, в облаке у провайзера используется сад-хранилище, может быть, где-то садность, может быть, даже сайбер-кенелл. И я понимаю, что хорошей производительности для моей базы данных в облаке я не получу. Это, скорее, неправда, потому что все сильно зависит от того парка оборудования, на котором провайзер предоставляет сервисы. И если система хранения данных в облаке мощная, высокопроизводительная, то и диски на них можно будет нарезать довольно высокопроизводительные. Значит, вот заглавная тема этого семинара это перевод облака компании Крок, публичного облака на Flash. Остановлюсь сейчас на вот в сфере номер 2 поподробнее. Расскажу про технику. Значит, мы в июле этого года затеяли такую локальную революцию в нашем облаке. Мы первый российский облачный провайдер, причем в мире, на самом деле, таких претендентов я не слышал. Я лазил по интернету, по сайтам, читал, пока не нашел. Мы наш облак перевели на Flash массива компании Вален Мэмбрии. Мы купили 8 массивов, каждый по 45 терабайт емкости, ну, чистых пятинах, там, 44-45, удобно считать. Сумарно получается 360 терабайт ПСА в облаке. Столько сайтов айопсов, самый ценный ресурс, который в облаке на СХД есть, то на каждый массив приходит по 1 миллиону айопсов, и на все 8 массивов 8 миллионов айопсов, соответственно. Вы знаете, или могли слышать, то, что у угрока есть собственная сеть биоцентров, сейчас площадки практически 3, четвертую строим, и на 2 площадках из кучи 3 у нас расположено по независимой облачной платформе. 3 массива останутся у нас на Волочаевске, это у нас офис на Римской площади Ильича. И 5 массивов у нас установлены на компрессор. Компрессор это наш терапевтиру по 3-му пиру оптаминститута ДАР-центр. Соответственно, можно вашу машину размечать и там, и там. Зачем мы перешли на флэш, какие цели мы преследуем, что нам не нравилось в классических массивах дисковых с двумя контроллерами, с кэшом, которые у нас стояли. Напомню, что у нас для SATA дисков стояли массивы IBM DS5300, фактически классический массив с полкой с двумя контроллерами, и снизу уже цепляется до 28-го диска. И были массивы TACI-VSP с SATA дисками и с SAS дисками, на них, соответственно, уже нарезали более высокие хранения, более дорогие, более производительные. Значит, проблема всех массивов дисковых в том, что ресурс в IOPs'ах одного физического шпинделя одного диска это 150 IOPs'ов. И как можно повысить предварительность? например, нам нужно получить 1000 IOPs'ов. Столько 1000 IOPs'ов, если диск дает 150 IOPs'ов, это значит 7 дисков. 7 дисков, допустим, они маленького объема у нас, 200 ГБ, и вот чтобы из 7 дисков получить 1000 IOPs'ов, надо собрать в RAID, ну, условно, эффективную емкость получит терабайт. Получается такая занятная арифметика, математика, то, что на каждый терабайт приходится 1000 IOPs'ов, 2 терабайта 2000 IOPs'ов. И вы можете мне сказать, что в массивах есть кэш, в дисках есть буфер, соответственно, эти вещи увеличивают общую производительность. Ну, наверное, да, но если рассматривать random retride, то его эффективно спасает. Соответственно, обычная база данных, наиболее часто встречающаяся заказчиков, это 1-2 терабайта. И часто на такую базу данных нужен объем, не объем производительности, 5000 IOPs'ов. Соответственно, в нашем случае нужно взять 50 терабайт дисков, чтобы получить 50 тысяч IOPs'ов. Это очень неудобно, на массивах классической архитектуры получается жесткая привязка. Объема к IOPs'ам. Важнейшая в облаке задача разделения этих двух параметров IOPs'ы IOPs'ами, ГБ и гигабайтами. И, к сожалению, на массивах дисков задача нерешаемая. Поэтому мы перешли на флеш-массивы хранения данных, на которых можно на конкретный диск дать столько IOPs'ов, столько, сколько нужно. Соответственно, следующий миф про гарантии, к которому мы перейдем чуть позже, тоже, соответственно, вывод из ограниченности архитектуры дисковых массивов. Значит, на дисковых массивах даже Enterprise уровня как можно разделить несколько заказчиков между собой по производительности. У нас есть заказчик один, заказчик два, три, четыре, пять. У одному орг, у другого дебюту, третий, крутит обувь ИСАПа, четвертый СИПов. И все эти заказчики живут на общем дисковом пуле. И контролировать, влияют эти заказчики друг на друга или нет. Как-то управлять приоритизацией на выделение дисковых ресурсов для этих заказчиков практически невозможно. Если рассмотреть массив Enterprise уровня, то там есть средства по приоритизации. Можно одному заказчику отдать условно треть производителя массива, другому еще третьим, третьим в счетах. Соответственно, у производительности массива в IOPs в зависимости от типа нагрузки и задач будет плавать. Соответственно, заказчики в разные моменты времени производительность в IOPs будут получать разную. Соответственно, даже средства по ограничению производительности, которые основаны на приоритизации, они не всегда хорошо работают. они более-менее удовлетворительно работают, если массивы стоят у вас внутри и вы их распределяете между двумя, тремя, четырьмя задачами внутренними. Но когда у вас заказчики живут в области, нагрузка на массивы непредсказуема, потому что у каждого свои задачи, у каждого свои расписания, у каждого свои периоды закрытия, отчетных периодов, и все равно, наверное, в конце месяца и квартала могут наблюдаться какие-то проблемы. И с такими проблемами мы за последний полгод на самом деле сталкивались, потому что в области у нас на секрет живут крупные компании, которые размещают продуктивные сервисы, участвуют свои внутренние сервисы, даже не участвуют в основном, и массив в области они очень хорошо прогружают. Поэтому были претенденты, когда я приходил на 5, и говорил, у нас 3 тысячи айопсов было на дисках, а вот сейчас почему-то 400, 7 раз упало. Вот вчера все было хорошо, мне нечего было им ответить, заказчикам, потому что действительно я не мог этим управлять, и это было отвратительно. Соответственно внедрение флеш-хранилищ данных позволило гарантировать заказчикам конкретные айопсы на конкретных дисках. Значит, по умолчанию у нас сейчас есть 5 уровней хранения на флеш-хранилищ данных. И все эти уровни хранения отличаются стоимостью, производительностью, но объединяет их одно. А производительность всех этих уровней хранения она гарантированная. Мы первые на российском рынке, кто готов в СЛА подписаться под конкретной производительностью айопсами на конкретных уровнях хранения. по умолчанию сейчас есть 400 айопсов, 1000 айопсов, 3000 айопсов, 5000 айопсов, 10 тысяч айопсов. Уровень хранения отличаются друг по стоимости. Но у нас есть техническая возможность у организации и более производительный уровень хранения более 100 тысяч айопсов. Соответственно, 100 тысяч айопсов, если это прикинуть, то это одна десятая производительность массива. То есть, условно, мы можем за отдельные деньги заказчикам отдавать и такие диски. Делается следующим образом, пишутся мне запросы, все, он достаточно, мы с нами согласовываем, какую производительность нужный диск, я его добавляю. Значит, немножко поговорим по архитектуре, как эти массивы подключены к облаку и почему они работают очень быстро. Значит, ну, во-первых, это флэш и используется МЛС-чип, Гендра заявляет задержки при доступе работе с массивом 0,6 миллисекунд, 600 микросекунд. Это великолепные показатели, но более того, мы внутри облака благодаря переходу на Виолин полностью отказались от габитного сегмента Ethernet, от 10-ти габитного сегмента Ethernet, от 8-ми габитного хэпер-ченнела. Массивы своими контент-портами напрямую подключаются к коммутаторам InfiniBand 56 гигабит, которые также служат и связкой между серверами. фактически мы используем одну сеть и для передачи данных между машинами, это гигабитная труба, и передачи данных между машинами и хранилищами данных. Соответственно, каждое хранилище имеет по 4 контент-порта, и вот по этим портам мы раздаем как раз машинам диски на тревогу. Значит, про миф номер 3 я уже немножко забежал вперед, про то, что заказчики могут в области влиять друг на друга, это правда, мы считили это на собственном опыте, и провайдеры, которые говорят, что да, у нас массив опции, у нас все хорошо, наверное, они еще не доросли до тех нагрузок, которые бывают в области, которые создают действительно заказчики, которые прогружают порож, и это огромная-огромная архитектурная проблема, которая, к сожалению, на текущий момент решает только столь радикальными шагами, фактически шаг, на который решился кроп. Про уровни хранения, которые представлены на слайде, я вам рассказал, это гарантированные IOPs, 5 уровней хранения, но вы спросите меня, Максим, ну как же так, наверное, нужно какое-то более простое хранилище без гарантии, на котором мы сможем хранить за очень дешево, большие объемы данных. Да, такое хранилище есть, без гарантии, это SATA-хранилище, это старые массивы, на которых мы по оптимизированному тарифу предоставляем хранение данных. Соответственно, миграция между SATA-хранилищем данных и Flash-хранилищем данных производится на лету, а миграция между уравнями хранения на Flash-Share в ближайшем обновлении тоже станет на лету. Соответственно, для вас это будет полностью прозрачный процесс, не хватает производительности, перевели на более высокопроизводительный уровень, платите немного больше денег. Не нужна производительность, кончился горячий сезон, консизм или конец квартал, перевели на более медленные диски. Все делается через портал самоотслуживания, собственно как и управление всеми остальными услугами в области быстро, удобно и совершенно прозрачно. Значит, про Flash-Share с HDD, пару слов скажу, по предыдущим слайдам мы используем Valen Memory 8 массивов в модель 6264. В комментариях вопрос, соответственно вот Valen Memory. Значит, по каналам связи, и по видос атакам. Я живу с заказчиками на общих каналах связи, кого-то видосят, я использую общие каналы связи, у меня пропал доступ к ресурсам, как же так? Ну, могу сказать, что средства по борьбе с видос атаками и защиты от них довольно хорошо развиты в текущем моменте и этот миф является правой только в том случае если заказчик исполнитель провайдера от этого не защитил. Мы этого защищаемся двумя способами. У нас есть средства по изолированию заказчиков, на которых идет атака от других заказчиков, которые ни при чем. Соответственно риск того, что у вас случайно зацепят, если вашего кассета будут атаковать, этот риск нивелирован. Соответственно если вы хотите защититься дополнительно, защитить себя от видос атак, то здесь уже нужно покупать дополнительные платные средства по защите от видос атак, например, компания Куратор. У этих ребят оборудование стоит на магистральных каналах связи, на площадках М9 и есть. И соответственно самая простая видос атака, до дата центра забивается канал связи мусорным трафиком. У нас сейчас 4 гигабитных канала от разных провайдеров, если постараться, то эти каналы можно забить. И внутренние средства по борьбе с видос атаками не позволяют это делать. Если вы хотите защитить себя, то нужно воспользоваться партнерами, чтобы этот мусорный трафик отсекался не на уровне площадки кровь бесплатными средствами, а еще на уровне магистральных каналов связи широких, которые позволяют пропустить весь этот мусорный трафик, но отрезать практически на уровне куратора этот трафик до подхода этого трафика к каналам общим. Миф номер 5. Кража резервных копий. Многие заказчики боятся данные своих резервных копий хранить область, потому что считают, что провайдер может взять тейп бэкап и восстановить с него эти данные куда-то реализовать, продать. Наверное, скорее это неправда, потому что только внутренние пользователи заказчика могут понимать инсайдеры цены в данных и куда их можно продать, кто потенциальный покупатель и сколько эти данные стоят. Провайдер, я сейчас говорю про крок, ценит свою репутацию и такими вещами заниматься не будет. Хотя, наверное, на рынке есть и такие провайдеры, которые не так ценят свою репутацию, а, соответственно, пытаются заработать как по-другому. То есть отношение крок у нас, например, используется программный аппаратный комплекс EMC Avomar, то есть у нас не ленточный бэкап, мы используем бэкап дисковый. И данные на хранилище отполагаются в дидуплицированном виде. Это значит, что данные всех заказчиков хранятся уникальными блоками в перемешанном состоянии, в разнобой. и это значит то, что даже физический вывоз Avomar массива куда-то наружу не позволит получить доступ к вашим данным, потому что они будут хаотично перемешаны с данными тех остальных заказчиков. И получить доступ к данным можно будет только использовав ваш логин и пароль. А если кому-то понадобится эта информация, то, наверное, они скорее уже придут к вам, а не к нам, потому что мы эту информацию даже с Avomar вытащить не сможем. И забегая немножечко назад, я вам рассказал про гарантированные усетные ресурсы, процессоры память, про гарантированные диски, про гарантии на каналах связи. И Крок благодаря Valen Memory стал первым в России провайдером с тройными гарантиями машины, диски, сети. Мы готовы подписаться под этими параметрами и в стране сейчас так больше ничего не делает. Пока что. Миф номер шесть. Выход целого дата-центра из строя. Правда или неправда? Соответственно, заказчики часто думают, что у Крока два дата-центра, в которых расположено облако. И выход из строя одного облака целиком приведет к тому, что облако сторонник есть, оно резервное, а значит все мои машины, диски, сети, бэкапы чудесным образом окажутся там и через пять минут моя инфраструктура отживет и продолжит работу. Это не совсем правда, Крок предоставляет все средства по организации дизанса-рековер решений, вплоть и по констатам, как это правильно сделать, настроить на резервной площадке. Но если вы этими средствами заранее сами не воспользовались, не настроили бэкап на резервную площадку, не настроили репликацию, не построили отказоустойчивые кластеры, определенные между двумя сайтами, чудес не бывает на резервной площадке, если об этом заранее не позаботиться, ничего не поднимется. Могу вас утешить, что все три текущей нашей дату-центра за все время работы, если говорить про дату-центр Волокейска-1, Волокейска-2, это почти пять лет, компрессор это три года. Оптайм всех трех площадок составил сто процентов, то есть ни секунды, ни одна из трех площадок не стояла, ни разу. Не так давно мы праздновали на компрессоре тысячу дней без простой. Это на самом деле довольно серьезный хороший показатель. Вот соответственно так выглядит сеть наших дату-центров. Все они объединены единым оптическим кольцом. Как я уже сказал, облак у нас находится в дату-центре Волочайска-1, это наш офис, и компрессор на сервисе, сервисе, с третьим первоактивным институтом дату-центром на авиомоторный. Паблик клауд, размещенный там и там, можно своей системой резервировать. Также многие заказчики у нас в дату-центрах строят и свои частные облака, есть заказчики довольно крупные, которые пользуются услугой disaster recovery data center as a service. И зачастую у нас недавно был кейс, когда заказчик на технологиях компании CISC построил себе на двух площадках частное облако на VMware с фактически резервированием сервера таких систем между площадками. Был такой интересный кейс буквально недавно его закончили. Так что помимо мира облаков публичных, про которые мы сейчас вам рассказываем, есть большой довольно-таки мир облаков частных, которые заказчики строят для себя, для собственного использования. Значит, сейчас у нас дан-центр кстати есть провайдеров связи, соответственно не все далеко провайдеры предоставляют услуги по подключению каналов точек-в-точек выделенных, к облаку многие этого не делают, но даже посмотрели на всех крупных облачных провайдеров таких как Microsoft, Amazon, там возможность подключения физического оборудования какого-либо и каналов связи мне показалось что это такая возможность есть. Значит, миг номер 7 у себя хранить безопаснее чем где-то не знаю где в публичном облаке непонятно в каком дата-центре непонятно на каких серверах скорее нет чем да опять же повторюсь про инсайдеров это люди которые гораздо лучше сведем или иным чем сотрудники провайдера что это за данные и насколько они видны более того в дата-центре своем или серверный или это даже может быть какое-то не оборудование помещения недавно рассказывали что один заказчик филиал использует половину высоты серверную стойку как подставку для печеника сахара печенья и так далее доходит от такого это говорит о том что физический доступ это тоже довольно важная вещь и в нашем дата-центре в наших дата-центрах вы можете быть уверены в том что облако представляет из себя 50 стоек и никто не знает на каком именно оборудовании на текущий момент расположены ваши данные вернее они пусть мы говорим про сторож скорее всего размазаны между теми массивами которые у нас есть поэтому вычеркивать откуда невозможно поэтому каковы физический доступ особого смысла не имеет нельзя сказать про фокус дата-центра где доступ по физическим данным может быть предоставлен что касается ограничения полномочий и доступа в области публичном то все заказчики разделены в области на учетные записи три учетные записи заказчиков для внутреннего разграничения доступа можно создавать проекты проекты это совершенно изолированные среды практически под учет под учетные записи в них можно создавать независимо друг от друга серверы диски сети управлять управлять бэкапами и все эти услуги эти ресурсы запущенные в разных проектах во первых будут недоступны друг для друга если вы руками это не пропишите и биллинг у них будет раздельный соответственно вы всегда в конце месяца сможете понять вот у меня есть задача exchange вот есть у меня веб-сайт интернет-магазин и есть я не знаю например аксафа и кулкинис можно будет разделить по разным подсветкам назначить на них разных пользователей с разными ролями и соответственно один пользователь может иметь несколько проектов доступ но роли у него будут разные и полномочия это очень удобно соответственно вы всегда сможете понять где какой пользователь что делал и на что он у нас у нас также есть такой замечательный режим мы про него рассказывали уже в прошлые разы немножечко напомню VPC Virtual Project Cloud это возможность создания совершенно изолированного сегмента в публичном облаке который недоступен извне доступен только извне недоступен из других учетных записей заказчиков или из других проектов которые возбуждены в облаке соответственно это такая изолированная среда которая доступна только с вашей площадки или через интернет к ней можно подключиться как по выделенному каналу связи так и по интернету настроить пару аэксерфик туннелей и настроить между этими туннелями динамическую туннелами и настройки и настройки и настройки мероприятий доступны по самоваслуживанию соответственно также в этом режиме в отличие от публичного возможно управление внутренней адресацией то есть вы можете сделать сеть наподобие тех правил адресации которые есть на площадке вашей локальной между вашей локальной площадкой облаками можно строить три сети между нашими облаками можно строить сеть и два это что касается сетевой структуры решений которые можно у нас организовать Миф номер восемь про любимым вендором я понимаю компанию ВИНВ многих заказчиков на первых встречах я слышу что мы привыкли работать на ВИНВ у нас даже внутри используется программное обеспечение и нам странно то что ваш облако построено на гипервизоре KVM от Red Hat и мы думали что мир облаков в клистах это продолжение мира облаков частных ровно в тех же самых технологиях и странно как может быть иначе соответственно развеем немного этот мир и посмотрим на основных игроков публик клауда это Amazon это Verizon провайдеры Linode используют качество интервизора ZEM от компании Citrix если посмотреть на Rackspace DigitalOcean облачную платформу от компании Google то это KVM а не у одного из этих крупных игроков нету развернутой инсталляции ваймваре соответственно можно делать некоторые выводы в моем понимании это сводится к тому что ваймваре это прекрасное решение для организации виртуализации внутри компании на 100 даже может быть на 200 узлов но когда количество узлов примеряется тысячами то это решение уже работает не так хорошо как оно работает на небольших инструктурах в рамках которых все привыкли жить 99% именно такие случаи собственно именно поэтому в 2009 году когда мы начинали работать в качестве интервизора на котором построили наше публичное облако мы как раз выбрали ракет керри нить номер 9 ограниченный функционал у некоторых заказчиков есть боязнь которая на самом деле является чистой правдой а в облах публичном есть набор услуг и шагнуть в сторону от этого набора услуг невозможно есть сервер какой-то мощности есть какие-то диски есть какие-то ограничения шаг в сторону расстрел крок это уникальный случай на рынке мы одновременно и провайдер и вендор разработчик облачной платформы и хозяин дата-центра и интегратор и соответственно наше интеграторское лобби оно очень и очень сильно значит туда мы идем мы идем в сторону максимальной гибкости и удовлетворения всех требований заказчиков которые могут появиться соответственно к нашему облаку можно например подключать дополнительные сервисы и дополнительное оборудование допустим у нас у одного заказчика будет есть они хотели разместить Microsoft Link в облаке западного вендора крупного и пришли с задачей нам нужно разместить физический шлюз для выхода на городской АТС и в этом им было отказано потому что к облаку публичному нельзя подключать внешнефтическое оборудование есть стандартный функционал извините выйти за него не можем мы зарабатываем на массовое предоставление сервисов и на стандартизации соответственно в облаке публичной компании Крок массовая стандартизация конечно присутствует но мы очень гибки к нашему облаку можно подключать любое физическое оборудование обычно когда заказчик подключает канал связи с паром автором или какие-то средства по обеспечению информационной безопасности различные чиппоинты континенты вибнеты и так далее это господин штрафование все дела можно разместить в центре причем если говорить про оборудование сетевой то его можно разместить не целыми стойками а прямо по юнитам это очень удобно и соответственно использовать его помимо этого если могут не хватать защитных ресурсов интерьер машин хотя машина у нас довольно мощная по 256 гигабайт оперативной памяти если вам нужно 112 гигабайт то эту машину всегда можно включить к облаку разместить в итоге и эксплуатировать виртуальные машины на базе этого физического хаста может быть изгублирован или если речь идет про не к серверам про серверы компании IBM серии и так далее эти серверы тоже можно разместить рядом и использовать рядом с облаком в таком инстегрированном режиме естественно облако крок очень в этом плане гибко десятый миф многие из вас пользовались плугами хостинга хостинг это довольно старая тема на хостинге можно купить выделенный физический сервер или VDS VIRTUAL DEDICATED SERVER и для той и для той услуги характерно то что вы пишете на хостинг запрос и по этому запросу вам в течение например дня этот сервер нарезают вот этот рассказ не про облако потому что в взрослом нормальном публичном облаке все автоматизировано значит у нас облако по самому облако возможно управлять машинами включать их выключать изменять мощность вплоть до 250 гигабайт оперативной памяти у нас 6 уровней хранения 5 гарантированных и 1 дня гарантированных пожалуйста создавайте диски увеличивайте их емкость проводите миграцию между уровнями хранения есть бэкапное решение по самому обслуживанию управлять расписанием резервного копирования запускайте задания по бэкапу и рестору когда вам удобно вы можете также это делать через наш служб технической поддержки и тогда мы за вас будем управлять импортовым самоотслуживанием здесь уже от заказчика к заказчику но не менее средства по самоотслуживанию и бэкап разрешения также есть вы можете управлять внутренней адресацией можете управлять маркетизацией полуавтоматически настраивать IPC VPN соединения до нашей площадки и в салок все все вещи автоматизированы можете арендовать программное обеспечение практически все продукты от компании Microsoft Citrix Redhead Oracle все это доступно уже сегодня миф номер 11 я боюсь переехать в публичный облак потому что потом я из него не выйду провайдер он такой милый хороший когда я передаю ему свои данные и начинаю платить деньги но он может превратиться совсем другую компанию когда рейд зайдет про выезд из облака скорее неправда потому что на примере крока механизмы заезда заказчиков и выезда они полностью идентичны существуют они к тому что мы заказчика консультируем помогаем приезду прикладных сервисов как можно сократить онтайм как и в процессе въезда так и в процессе выезда и более того так как многие заказчики используют Hyper-V VMware или просто физическое оборудование то формат образов в которых у них находятся виртуальные машины он немножко отличается и соответственно мы берем на себя все работы по конвертации виртуальных серверов как при заезде так и при выезде для заказчиков соответственно заказчики нам на файлах они еще выгружают образы всех форматов которых они у них есть мы конвертируем и предоставляем им доступ уже к готовым датуальным машинам в области такой же в общем-то процесс и обратно поэтому страх оказался заложником сервиса да в принципе он может быть обоснован но конкретно в троке мы поставили фактически этот процесс заезда и выезда на поток миф по аренде по мне гораздо дешевле купить программное обеспечение поставить его на своих виртуальных машинах в облаке и экономить скорее не правда потому что если рассмотреть программное обеспечение Microsoft Windows или Red Hat Enterprise Linux то мы на себя покупаем это обеспечение оптом и лицензируем его по фигическим хостам мы покупаем процессорные лицензии а так как узлы у нас довольно мощные то если вы арендуете машину с одним ядром и с 4-ми гигабайтами памяти то на вас приходится лишь маленькая маленькая доля частичка лицензии процессора и поэтому на трок получается довольно выгодное предложение соответственно что касается аренды прикладного такого как Microsoft Oracle здесь уже соответственно кейс байкейс потому что цены уже на аренду и на покупку они сопоставимы в каких случаях выгодно арендовать в каких случаях выгодно покупать здесь уже нужно считать но что касается системного программного обеспечения абсолютно точно арендовать выгоднее потому что мы практически на себя берем функции некого агрегатора покупаем много на себя раздаем большому количеству заказчиков и каждый платит очень удобно и последний миф про терификацию часто ко мне приходят заказчики с таким страхом что ну вот я сейчас начну пользоваться услугами модель терификации продаж у вас непрозрачная и в конце месяца будет огромный огромный сюрприз я рассчитывал на 2000 долларов получилось 7 почему не учел это 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 ну как же так их ответственный заказчик уже рвет на себе волосы хочет расторгнуть контракт естественно компания крок так не работает у нас услуги можно спрогнозировать и бюджетировать на 99% в начале периода потому что стоимость виртуальных машин она зафиксирована сейчас на конкретную конфигурацию машина работала 100% времени то значит 720 или 744 часа виртузе 30 и 31 день в месяц можно прочитать стоимость машины также можно прочитать стоимость дисков мы в отличие от amazon не считаем айопс миллиона айопс эти айопсы уже ходят стоимость уровня хранения поэтому каких-то переменных величин которые нельзя спрогнозировать предсказать у нас нету соответственно трафик мы умеем считать как по габайтам ходящего исходящего так и давать безнимительную полосу пропускания соответственно здесь тоже может быть абсолютно прозрачный расчет а как бывает на рынке на рынке бывает таким образом что во-первых вас могут просить заплатить авансовый платеж за какой-то объем ресурсов и почему просто так соответственно если вы эти ресурсы в течение месяца не использовали и важно вы за них уже заплатили в область строк такого нету как таковы отпускают авансовые платежи и сервикация у нас почасовая с оплатой каждый квартал есть некоторые заказчики которые закрываются раз в месяц но обычная такая схема продаж это постоплата раз в квартал с почасовым биллингом без аванса и второе бывают провайдеры которые считают ресурсы по факту использования практически считают сколько гигагертов протестора и гигабайт оперативной памяти вы потребили соответственно здесь тоже может получиться абсолютно непрозрачная ситуация потому что в конце месяца для вас может быть сюрприз потому что такие вещи на самом деле прогнозируют очень сложно кто не знает какая будет статализация сервера 50% или 80% а вдруг они получатся совсем приличные вот значит ну и подводя итог к моей части презентации хотел бы сказать следующее то что мир облаков публичных и мир облаков частных довольно сильно заключаются друг от друга в первый взгляд они очень похожи но подходы принципы и технологии которые используются в действительно крупных публичных облаках и в облаках частных они сильно разнятся но когда заказчик стоит перед выбором куда же ему пойти строить у себя и жить по своим внутренним правилам быть ограниченным финансовыми рисками да допустим я могу купить слишком мало или слишком много но зато все будет у меня либо выбрать облако публичное где все гибко удобно оплата по факту но есть какие-то вещи по стандартизации которые мне не подходят поэтому облако публичным я не могу развернуться потому что есть ограничения допустим нельзя кто-то физику в облах посещать поэтому я размещаю все в себя заказчики стоят не перепутят они не могут выбрать вроде бы облако удобнее но функционал ограничен а у себя может быть не так удобно зато я могу делать все что я хочу значит облако крок это такой взвешенный шаг в будущее когда в облаке публичном вы можете себе позволить практически все то что вы можете себе позволить на своей локальной площадке в своем частном облахе мы соответственно выбрали для себя такой тренд развития и стараемся ему следовать вот спасибо вам огромное значит напоминаю то что сейчас я передам слово моему коллеге Евгению Дружинину все вопросы которые вы написали в комментариях на все эти вопросы я отвечу после выступления Евгения будем отвечать по очереди и после выступления Евгения будет коротенький опрос просьба на 2-3 вопроса спасибо все я тогда выхожу из эфира Евгений приветствую тебя спасибо спасибо Продолжение следует...